Добрый-добрый вечер, друзья! И сегодня мы с вами идем по нашему ночному саду. Посмотрите, мои все спят, а я налила чашечку чая и иду с вами на экскурсию. Покажу вам немножечко-немножечко моего ночного садика. Пока! Вы знаете, я так люблю вечером обходить по саду и рассматривать его. Посмотрите, какая красота! Посмотрите! Нет, бегушки все-таки это, знаете, это нечто бегония, это настолько красивые растения. Папоротники, видите? Вот он, папоротник. Видите, как красиво! Вы знаете, я свой сад обожаю и утром, и днем, и ночью. Посмотрите, работает увлажнительный, так классно, такая атмосфера умиротворяющая. Калатэйки, смотрите, подняли свои ручки к небу. Ой, не видно, не видно, не видно. Наверное, калатэйкам вам не видно. Да. Не видно, не видно. Так, как же мне вам сделать, чтобы они показались? Может быть, отсюда они будут видны? Нет, отсюда они тоже не видны. Ну, верьте мне на слова, что молитвенный цветок поднял руки, поднял ручки вверх. Сейчас мы с вами немножечко включим, я вам только покажу своего ангела. Посмотрите. Помните, я вам показывала в спальне? У меня ангел есть. Так вот, здесь у меня тоже есть ангел. Посмотрите, какой ангел с книжкой, с расправленными крылышками. Посмотрите, какой нить. Туда свечка вставляется, и вот он такой красавчик. А на него еще можно капнуть какое-нибудь эфирное масло. И у нас будет... Давайте я вам вот здесь еще немножко покажу. И, может быть, включу в какой-нибудь свет. А то совсем темно, и вам, наверное, ничего не видно. Посмотрите. Слушайте, как красиво смотрится, да? Вечером, когда заходишь вечером в садик, все растения такие, спят уже зайки. Гномики мои тоже в саду. Видите, выглядывают из кустов. Своя ночная жизнь идет у них. Посмотрите, вон там еще один спрятался. Кто-то, да, кто-то не любит фигурки, а я не люблю. Вы знаете, я вообще эзотерик по натуре своей. И я во все верю. Я верю в гномов, я верю в ангелов-хранителей, я верю в Бога, я верю во Вселенную, я верю в высшие силы. Сейчас я включу свет немножечко, чтобы нам вот так, чтобы вы видели немножечко хоть что-то. А то вообще одну темноту я вам показываю. Смотрите, мои бугенвилии замечательные, красотки такие просто. Знаете, сегодня позвонил мне мужчина, он у меня брал папоротник. И звонит и говорит, Светлана, у вас нет еще кучеревого папоротника? У меня как бы есть, но он весь запронирован. Я говорю, нет, Дим, знаете, нету. Я говорю, а что случилось с вашим папоротником? Он говорит, Света, что вы, что вы, что случилось? Говорит, он так шикарно отзывается на мой уход. Каждый день почти вывлазит по новой ваечке. Вы знаете, говорит, я такой восторг испытываю, когда на него смотрю. И я, говорит, хотел бы подарить своей любимой тетушке. У нее день рождения, я бы хотела подарить ей папоротник такой шикарный. Я говорю, Дим, ну вы знаете, у меня нету, не могу вам дать. Он говорит, ну может, у вас что-нибудь есть такое, что можно подарить тетушке? И вы знаете, я ему предложила вот такую бугенвиллю оранжевую. Он был абсолютно счастлив. Сказал, что приедет завтра ко мне забирать бугенвиллю. И представьте, мне в подарок привезет горшки. Он, оказывается, работает в магазине, в хозяйственном, где продаются горшки. Он говорит, Свет, я хочу вам привезти подарок. Только говорит, я не знаю, какого цвета вам нужны горшки. Коричневые или белые? Я, конечно, очень долго отнекивалась. Говорю, да что вы, ничего не надо. Он сказал, нет, я так хочу, потому что вы мне сделали такую приятность. Я хочу вам привезти горшки. Ну, если человек хочет, пусть привозит. Смотрите, я вам не показывала вот эту замечательную бугенвиллю. Посмотрите, я сама не знала, что это такое. А тут мне сказали, что это мисс универсали. Так, бушка называется мисс универсали. Посмотрите, посмотрите, как вообще она потрясающая. Посмотрите, какие огромные на ней цветы. Вот маленький такой череночек, А цветы такие огромные. И даже они, смотрите, они не такие вот частые, как на оранжевой. И не такой гроздью, как вот на той алой. А вот они по такому, по одному. Смотрите, какие они красивые. Я в полном восторге от бугенвилли. Вы знаете, я хочу себе еще. Вот хочу просто. Я обязательно себе закажу. Я закажу. Закажу желтую какую-нибудь. Я не знаю, какую-нибудь хочу коралловую. Знаете, коралловую. Не оранжевую, не розовую, а коралловую. Вот. А, я же вам хотела молитвенные цветки показать. Вот они подняли лапки все, видите, вверх. Видите, все подняли ручки. Вчера они у меня принимали ванну. Горячий душ с дегтярным мылом. Виной случилось вот это вот. Помните, на которую я вам показывала все время. Я не пойму, что у нее с листиками. Вы знаете, я уже обработку от клеща провела. Но на обратной стороне такое ощущение, вы знаете, как липкие какие-то пятна. То есть я понимаю, что липкие пятна – это признак каких-то вредителей. Ну и, в общем, я вчера разозлилась и всю эту компанию помыла в душе. Причем, знаете, как я сделала так. Я взяла мыло дегтярное, намылила губку хорошо, потом намылила каждый листик, каждый листик с двух сторон у этих растений. Ну, по очереди я их мыла, конечно. Я намылила и оставила их. И стояли они у меня в ванне до утра, намыленные. А утром я взяла и просто их помыла хорошо, горячим душем. Таким, знаете, прям даже не прохладным, даже не теплым, а практически горячим. Посмотрите, какой... Ну, разве он не красавец? Посмотрите. Огроменный, огроменный цветок. Я не знаю, он... Знаете, как... Вот я вам сейчас покажу руку свою. То есть моя рука... Вот смотрите, он больше руки. Видите, какой огроменный? Ой, слушайте, а какое покрывало у него жесткое. Прям такое, знаете, как... Не мягкое, а прям жесткое-жесткое. Очень красивый. А, знаете, что я вам еще хочу сказать сегодня? Я увидела у нас в магазине. Вот для этого растения. Ну, единственное, пока оно меня смущает. Вы знаете, я провела обработку, пролила октарой все растения. И, видимо, для него это не есть хорошо. А может быть, в какой-то период я его... Это же болотное растение. Может, я его промахала с поливом. В общем, у него почему-то вот нижние, видите, пошли сушиться нижние эти. Он был такой густой-густой, такой лохматый-лохматый. И я, вы знаете, все ждала, что я куплю этот горшочек в виде головы. И все мне никак не попадалось. А, представляете, сегодня я захожу в магазин, а там три разные головы. Головы. Слушайте, ну, стоят они просто... 1700 стоит горшочек голова. Но у меня рука не поднимается покупать такой горшок. 1700. Ну, в общем, наверное, и будем мы с вами ложиться спать. Все я вам показала. Вечерний обзор сделала. Как говорит моя дорогая, любимая свекровь, ангела-хранителя вам. Вот. Смотрите, какой он замечательный. Вот такой вот у меня замечательный с книжкой ангел-хранитель. Посмотрите. Чудо. А он там выглядывает гном. Ангела-хранителя вам на ночь. Спокойной вам всем ночи. Пусть вам приснятся только самые приятные сны. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok